Здравствуйте, уважаемые телезрители! На АТВ программа Азбука Спорта и, как обычно, по вторникам, мои юные коллеги и я, Владимир Банчиков, знакомим вас с новостями из мира спорта. Поехали! Актером можешь ты не быть, но футболистом быть обязан. В Бурятии сняли промо-ролик для Чемпионата мира по футболу 2018 года. Его герои – простые тункинские парни, которые случайно оказались в нужном месте в нужное время. Ролик, который увидят миллионы по всему миру, уже отснят и перешел в стадию монтажа и обработки. Пока ждем премьеру, мой коллега Александр Иванчиков пообщался с главными героями. В минувшие выходные в Джидинском районе завершили съемки промо-ролика к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Бурятия стала одной из трех площадок в числе Москвы и Санкт-Петербурга, где по сюжету происходит действие. Над роликом трудятся лучшие режиссеры и команды продюсеров, за плечами которых такие блокбастеры, как «Пираты Карибского моря». Была идея показать Россию, глубинку России, чтобы сразу было понятно, что это действительно Россия, глубинка. Была идея показать регион, такой яркий регион. Команда режиссера сказала, что нужен главный герой, который будет сниматься также в Москве, на Красной площади, в других местах столицы России. Ну, мы смотрели, посмотрели ребят, случайно на улице встречали, на стадионах. Просили показать ребят приблизительно 18-25 лет, которые владеют мечом и могут сидеть уверенно в седле. В итоге актеры подобрались случайно. Ренчин был на тренировке, тренировался сам и тренировал детей. Когда его увидели продюсеры ролика, поверить в то, что нужно будет сниматься для ЧМ по футболу, он не мог долго. Это был обычный день, я пришел на тренировку и просто тренировался, тренировал маленьких детей. И тут приходят люди из Москвы, ну и задают мне вопрос, у тебя есть желание сняться в ролике для ЧМ по футболу? Ну, я сначала, конечно, не поверил, но сказал, да, у меня есть желание. И они у меня взяли интервью. Были такие вопросы, как, привет, как тебя зовут? Я говорю, Ренчин, сколько тебе лет? 17. Ты любишь играть в футбол? Да. Ты умеешь когда-то на лошади? Пришлось соврать. Да. Они же меня снимали, тоже, как я набивал мяч, а они просто говорят, воу-воу, просто в шоке были, можно сказать. Ренчин стал главным героем так называемого тизера, предваряющего премьеру основного ролика. В большом промо-ролике один из героев, также сын Тункинской долины Амарсан. Как и Ренчин, он и не думал становиться актером. Поехал я как-то с папой в соседнюю деревню, в Толтой, в Тункинском районе. Там надо было дяде заехать, спросить, как правильно барана надо разделывать. Вот в этот момент, получается, были вот эти вот люди с Москвой, оператор, продюсер, девушку зовут Людмила. И они выбирали эти места по бурятии. Я, получается, в шортах, в футболке, в рабочем, в тапках. Спрашиваю, как, что там делать, надо. Они объясняют, что просто мяч набить на камеру, пару слов сказать и все. Вот я и понабивал, сделал там солнышко, все вот это вот. Ролик классный должен получиться, так как я смотрел другие ролики Кристиану Эйби. И просто там вообще прям шикарно было. Заказчиком ролика стали немецкий канал CDF и FIFA. Ролик начнут показывать в Европе за несколько недель до начала чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Россия впервые в истории будет принимать чемпионат мира. Александр Иванчиков, Александр Лупсанов, АТВ. На чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в следующем году в качестве игрока сборной, нам, конечно, не попасть. Но отдать ребенка в футбол и мечтать, что в будущем ваш сын станет участником этого праздника, вам никто не мешает. В программе Азбука спорта. Спорт номер один. Футбол. 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 Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня мы находимся на тренировке юных футболистов. Сейчас без мяча. Эта группа у нас справа уходила, теперь эта группа работает влево, уходит и соответственно левой ножкой мы отдаем передачу. Теперь давай имитация без мяча. Кирилл, я объясняю упражнение. Слушай внимательно. Пошли без мяча. Раз, два, обработали, отдали. Раз, два, между конусами получили передачу. Я кому объясняю, Кирилл? Получили передачу, подстроились под нее, получили. Одним касанием обработали себе так удобно, чтобы вторым вам четко, попрямой, напротив своего партнера сделать передачу, четкую передачу сделать. Отдали. Снова раз, два, подстроились. Пошли без мяча. Юрий Петрович не нуждается в представлении. Юрий Петрович, подскажите, пожалуйста, какие критерии отбора ребят при приеме в секцию футбола? Ну, во-первых, у нас таких критериев нет. Это дети. Ребенок, который хочет заниматься спортом, а именно футболом, он к нам приходит и занимается. Никого мы, в принципе, не выгоняем, не отчисляем. То есть из каждого ребенка можно вылепить хорошего футболиста. А сколько занятий в неделю проводите? Занятия у нас проходят на центральном стадионе три раза в неделю. Занятия в среднем идет полтора часа. В этом возрасте ребенку давать нужно обязательно технику. Это самое основное для футболиста. Кроме футбола, как бы мы привлекаем тренеров по легкой атлетике. Это техника бега. Также зимой мы работаем. Одно занятие у нас проходит в бассейне. Это на ФСК. Ну и в этом году мы планируем переговорить с тренерами по акробатике, давать детям акробатику. То есть, ну, азы спортивной гимнастики. То есть это в футболе необходимый такой элемент, который пригодится на протяжении всей футбольной карьеры. Также мы каждый год благодаря дирекции спортсооружения, а именно Покровскому, Григорию Ивановичу, который идет всегда навстречу и помогает нам, мы проводим сборы в Максимихе, в спортивном лагере. Там два футбольных поля. Идеальное, значит, для проживания. Питание отличное. Значит, проходит у нас по три тренировки на сборах. Ну, от семи до десяти дней мы там находимся. То есть дети проходят такую прекрасную школу, которая, то есть, даже команда мастеров, не всегда удается такие сборы. У меня младший брат занимается здесь футболом. Довольно-таки фанатеет сильно от футбола. Даже порой играем в квартире в футбол. Один раз даже люстру разбили. И как родители это не слишком? Ну, конечно же, сперва отреагировали. Конечно, не радостно. Но потом, как бы, нормально. Футболист, ребенок. Леня, а почему ты выбрал именно футбол? Потому что мне нравится. Я играю с друзьями. Я люблю играть в пас, пинать мяч и просто бить поворотом. А в каком бы клубе сам хотел играть? Ну, например, «Зените» или «Спартак», например, или «ЦСКА», или «Динамо». А почему не «Барселона»? Все говорят «Барселона». Я не хочу туда, мне пока надо. Я же человек русский, а я же не там всякий испанец. Я не испанец. Упражнения, которые вы делаете на тренировках, сразу получается у тебя все? Ну, сначала не получалось, а постепенно начало получаться. А какие упражнения тебе больше нравятся? Ну, все нравятся, но больше всего нравятся удары поворотом. Почему ты выбрал именно футбол? Я гулял на улице, играл с друзьями футбола. Мама с папой посмотрели и решили меня записать. Скажи, а занятия футболом мешают учебе в школе? Нет у меня, но все, хватает времени. Простой вопрос. Почему выбрали именно этот вид спорта, чтобы ваш сын занимался им? Ну, наверное, потому что он больше всего по телевизору его видел, понравилось. Решили попробовать. Ну, занимается, ему нравится. А как вы думаете, есть рост спортивный? Ну, конечно, тренировки без следа не проходят. Дома занимаются, мячом пинают. Уже не иной раз приходится останавливать, чтобы ничего не сломал. Мы занимаемся уже больше года. А какие изменения какие-нибудь есть? Замечаете? Конечно, есть изменения у нас. Мы пришли, когда на первую тренировку, нам наш тренер сказал, что мы вообще деревянные. И сейчас я вижу, что у него действительно появилась уже техника и бьет удары у него уже более сильные и пластичные, я бы так сказала. Юрий Петрович, а для тех, кто хочет заниматься футболом, есть возможность заниматься у вас? То есть мы никому не отказываем. Набор, как он есть, так и будет продолжаться. То есть у нас возрастная категория – это дети седьмого, восьмого года, девятого, десятого. И также мы в этом году будем делать набор одиннадцатого года. Уважаемые родители, приводите своих детей. Я думаю, вы не пожалеете. Детский спортивный клуб «Старт» объявляет набор в детскую футбольную секцию. Тренеры – профессиональные спортсмены, прошедшие футбольную школу команды мастеров «Селинга». Это известные болельщикам футболисты Юрий Головко и Вячеслав Марыч. Консультации по указанному телефону или на сайте start03.ru Ну что ж, мы все знаем, что футбол – это вид спорта номер один во всем мире. Поэтому играйте в футбол и увидимся на «Старте». Занятие спортом – это, конечно, очень хорошо. Но начинать заниматься, особенно после перерывов, нужно осторожно. Иначе перегрузки могут привести к травмам. Наша традиционная рубрика «Советы специалисты» расскажет вам, как избежать самых частых ошибок начинающих атлетов. Хотите вы того или нет, общество всегда будет оценивать вас в первую очередь по внешнему виду. И речь не только о красивой одежде или прическе, не менее важен общий тонус, то есть здоровое стройное тело, которое достигается лишь при должных физических нагрузках. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Меня зовут Глузко Виталий Викторович. Я инструктор-методист лечебно-физической культуры Городского центра медицинской профилактики. И сегодня я хотел рассказать о правилах занятий физической культуры для начинающих. Если вы новичок в этом деле, помните, что все необходимо дозировать. Не рвитесь с места в карьер, будь то тренажерный зал или пробежки в парке. Начните с малого и постепенно увеличивайте нагрузку. Иначе велик шанс того, что ваш организм перегорит и вас попросту не хватит на следующие дни. Такой метод называется принципом постепенности. Интенсивность занятий должна быть порядка трех раз в неделю для начинающих. Это минимум. В дальнейшем эту интенсивность можно довести до пяти раз в неделю. Но обязательно учитывать еще и период отдыха. В тренировке очень важно не сразу достичь максимального результата, а постепенно прийти к нему, учитывая нагрузку, чтобы она происходила адекватно и восстановление. И еще один из принципов, который необходим для правильной физической подготовки, это принцип урока. Скорее всего, он так называется благодаря тому, что его соблюдают практически на каждом уроке физкультуры. Урок у нас делится на три части. Это подготовительная часть разминка, основная часть, это непосредственно те комплексы или же занятия, которые вы спланировали для решения основной задачи. И в конце необходимо провести заминку. Но заминки чаще всего посвящают время развитию гибкости, ну и подведение организма к исходному положению, как он был до начала тренировки. И если возникает недомогание или боли в мышцах, лучше уменьшить нагрузки. А что касается периодичности, то тут все просто. Новички часто допускают ошибку, что не систематически подходят к процессу занятий. То есть процесс занятий должен быть систематичен, регулярен, а только после этого будет у нас результат. Систематичность – чуть ли не главный принцип. Потому основная проблема всех новичков кроется в ленье, которую не так просто побороть. И дабы усмирить этот порог, постарайтесь найти для себя максимально интересное занятие. И затягивайте своих знакомых. Нужно заниматься не часами, а начать хотя бы с 15-20 минутной нагрузки. Три раза в неделю довести до пяти раз в неделю. Находить стимул не только в здоровье, но и в примере для своих детей, внуков. Найти знакомых, тех людей, с которыми вам будет интересно общаться и заниматься в компании. Это основное, наверное, чем можно бороться с ленью. Подводя итоги нашего интервью, хотелось бы сказать, чтобы все следили за своим здоровьем, ставили цели, достигали их, общались с врачами, диагностику проходили регулярно, чтобы отслеживать свое здоровье. Не забывали о принципах постепенности, с удовольствием, а самое главное, относились к процессу занятий. Тогда результат будет лучшим. На этом сегодня все. Всего доброго, до свидания. Ждать чемпионат мира по футболу нужно не лежа на диване, а желательно занимаясь игровым видом спорта или фитнесом. Кстати, врачами доказано, что кроме физической пользы он еще и помогает избавиться от депрессии. В нашей рубрике «Здоровый образ жизни» наш фитнес-инструктор Марина Алексеева покажет вам, какие упражнения нужно выполнять, чтобы быть здоровым и счастливым. Приветствую вас, дорогие телезрители! Сегодня мы в нашей тренировке будем использовать скамейку, которая имеется в каждом сфере, либо бортик фонтана. Кто что найдет. Я уже сделала небольшую разминку, поэтому можем приступать. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok